Павел Цепюк, владелец пристройки на первом этаже многоквартирного дома по улице Тургенева, 250, просит главу дать добро на перенос канализационного колодца. Коммунальное сооружение приносит немало забот жильцам пристройки. Водоканал не против, водоканал так говорит, они прислали комиссию, они отследовали подвал, отследовали колодец, без проблем, говорит, переноси, убирайте его, он никак не повлияет на работу общей домовой канализации. Ну а все теперь уберлось в эту вот общую домовую трубу, 5 метров трубы, которых надо под подвалу перенести из одного колодца к другу, вот и все. Валерий Колнуузов, руководитель управляющей компании «Коммунальщик», объясняет, только после проведения общедомового собрания. Сергей Сергеев настаивает на том же. Жильцы дома должны выразить свое мнение. Давайте подключать организационный отдел, у них есть ТОС, и я гневую инициативу о проведении собрания. Вы, Валерий Леонидович, помогите, так как вы обслуживающей организацией, и напрямую заинтересованы, чтобы работы были выполнены в качестве, хорошо? На прием главе заходят жильцы печально известного дома на Белорусском 8. Содеянное самостройщиком Антипиным еще долго будет аукаться городу-курорту. На этот раз терпит бедствие цокольный этаж, который суд назвал жилыми помещениями. Право собственности за Антипиным на квартиры в Белорусском 8.0.0 признаны решением Анновского городского суда. В этом решении в том числе призвано право собственности на помещения цокольных этажов, и выделена жилая площадь. Цокольная площадь? Да, 8 таких помещений, и выделена жилая площадь. Значит, в этом решении суда имеется ссылка на заключение о межрегиональном центре экспортиз ЭКСКО, которые пишут, что дом вообще приходит для проживания, не нарушая права вообще никаких лиц. И также имеется ссылка о том, что администрация муниципального образования инициировала искоснуть и возражала противодовлетворения данного иск. Апелляционным решением 2014 года и решением Анновского суда оно устояло. Что нам мешает сегодня, полно открывшихся обстоятельств? Да, ничего. Ничего. Поэтому записывайте. А второй вопрос я вам хочу задать. Вы в суд обратились в продаж. Ведь там все в договоре расписано, что пригодны для проживания, что кто-то, кто-то, кто-то стоит 990 тысяч рублей. Вы сегодня в суд обратились о расторжении и возвращении своих материальных средств. Семья Ивониных просит помочь защитить их интересы. Глава Анапы дает еще одно поручение своим службам. Обратиться в прокуратуру. Антипин должен ответить перед обманутыми им людьми. Жители Благовещенской, предприниматели и общественники с Сергеем Павловичем говорили о жизни станицы. О возврате в сельскохозяйственный оборот земель краевого значения. О подготовке к сезону. Глава Анапы заверил, этим летом решится проблема с водоснабжением станицы. Обеспечение водой и электроэнергии – главные вопросы на пути к сезону. Благодарю!